Нельзя, чтобы уровень знаний, уровень интеллекта был выше уровня духовности. Уровень духовности всегда должен быть выше уровня знаний, уровня интеллекта. Это вселенский закон, это условие. Мы с вами развиваем одну часть. Расчленили в сознании человека две гармонично связанные составляющие. Логическое мышление и духовное разорвали. Наука забазировалась на логическом мышлении, религия на духовном. Они разошлись и обе потеряли от этого. О модели вселенной, на которой я получил международный сертификат, как на открытие. Это новое, новый взгляд на мироустройство. Из этой модели истекает новое мировоззрение. И то, что мы с вами обсуждаем сегодня, проблема образования, здесь очень плотно завязывается все. Моя задача только уложиться в эти 15 минут. Ну, меня обычно спрашивают после лекции, а как вы вообще дошли до такой жизни, как вы открыли эту модель. Поэтому я сразу начинаю с этого. Все было очень просто. Я материалист, железный материалист, коммунист. И получил еще один международный сертификат. На научное доказательство Бога во Вселенной. Сертификат ООН. И кратко это выглядит так. Я, будучи на практике, я заканчивал в факультете врачей за техники в Ижевске. И, будучи на практике, на черном курсе, на одном СВЦ, а УЦ так, над водоемом в Ижевске, увидел, как обычно там речной трамвайчик отходит от пристани и делает такой V-образный след на воде. Очень необычный след. Он обычно так не разворачивается. А тут очень интересный разворот. У меня до работы на машине еще минут 30 где-то было. Трамвайчик ушел. А это июльский день. Июльский день очень ясный, но очень ветреный. И на поверхности большие волны с белыми гребешками. И вот уже прошло минут 25. Трамвайчик уже ушел за мол. Им не видно. А след сохранился. Я вижу след. Меня это очень удивило. Но тут пригласили меня на машину. Я ушел. Целый день работал. Там неудачно пошло все. И в 18 часов, возвращаясь к своему столу, чтобы взять свои тетрадки, я взглянул в окно. И я на поверхности водоема увидел тот след, который трамвайчик оставил в 9 часов утра. Он не расплылся по поверхности, не сместился в сторону. Я его вижу в первозданном виде. Меня это шокировало. Это против всякой физики. Объяснить я не мог. Я еще там стоял в окна. Но это начало моей научной деятельности. Вот этот след побудил меня заниматься этим 25 лет. Я строил компьютерные модели процесса. В течение 10 лет я пытался объяснить этот след. И вот в 81 году, то есть в 71 я увидел, а в 81 году, где-то в январе, по-моему, в 81 года очередная компьютерная модель дала мне ответ, что след на воде — это явление не физическое, а информационное. Вода формирует и хранит информацию о протекающих в ней процессах. Вода — это хранилище информации. Мы всегда считали, что вода растворяет вещества в силу особых химических свойств. Вода содержит информацию по деструктурированию других веществ. Если это под программой есть, есть взаимодействие. Если под программой нет, не растворяем. Программа содержится в воде, информация. Придя к этому, я понял, что вода, являясь частью Вселенной, должна содержать в себе структуру Вселенной. Я провел ряд экспериментов, и вода мне подтвердила. У меня нет времени рассказать об экспериментах. Я просто вам покажу такой рисунок. Пчелиные соты я обнаружил в структуре воды, создав ей особые условия. Я долго их искал. То есть вода мне дала структуру Вселенной. И вот исходя из этих экспериментов, я построил модель Вселенной, которая представляет собой следующее. Я конспективно, очень быстро, если у кого-то будут вопросы, мы лучше соберемся отдельно, чтобы, кстати, не задерживать докладчиков. Вот генеральная стратегическая структура нашей Вселенной. Управляющая ядро и управляемая система замкнутых информационно-энергетических потоков. Замкнутые потоки, управляемые. Вот почему во Вселенной существуют циклы галактические, солнечные, планетарные, биологические циклы каждого существа. Если бы она была хаосом, как считают наши астрономы, то никаких циклов бы не было в принципе. Вот они циклы. Глобальные циклы. Во всем. И управляющие ядро. Но это не дядька с бородой, как нам рисуют на иконах. Это разум Вселенной. Это информационно-энергетическая структура, которая творит Вселенную, выращивает ее. Я вам покажу механизм выращивания. То есть, древнее человечество, не будучи обремененным высшим образованием, чувствуя на себе влияние Вселенной, дало этому название Бог. Но здесь я условно показал вот эти потоки. Они, конечно, не такие. Они гораздо сложнее. Эти потоки представляют собой вот такие структуры. Это вихревые структуры. Из ядра исходит инфункционно-энергетический поток, пронизывает все галактические слои. А наша Вселенная многослойная. Мы это тоже увидим. Пронизывает все галактические слои, выходит на периферию Вселенной и сливается снова в ядро на регенерацию. Вот она жизнь Вселенной. Прямой и обратный вихревой поток информационно-энергетический. Информационно-энергетический. Потому что я пришел к выводу, что информация первична во Вселенной. Что информация лежит в основе мироустройства. Что все остальное это следствие информации и энергии. Материи нет. Это не материя. Это энергия в сверхплотном состоянии. Им дается информация, которая формирует программу, по которой энергия упаковывается в тот или иной вид состояния. В тонкоматериальное, плотноматериальное, сверхплотноматериальное. Мы с вами живем в сверхплотном материальном мире. То есть энергия здесь упакована в сверхплотном состоянии. Если вот на этот стояк, так я его называю, энергетический стояк, если на него посмотреть понармали сверху, чего мы не можем сделать, поэтому мы с вами всегда видим хаос, потому что мы смотрим под углом. А если посмотреть отсюда, то мы и увидели бы с вами те пчелиные соты, которые показала мне вода в сосуде. И в узлах вот этого шестиугольника находятся галактики. Все галактики имеют вот такую информационно-эноэтическую структуру. Вот почему в Библии написано «И создал Бог твердь и назвал твердь небом». Ну, в 22 года я был шокирован этим. Ну как небо, может быть твердью. Вот она, коллеги, твердь. Это жесткая энергетическая структура. Теперь все понятно, что это твердь. Если посмотреть на первый и второй рисунок соединенных и единственных вместе, то мы увидим вот всю эту твердь вот в таком виде. Вот они, пчелиные соты в многих слоях. Структура Вселенной многослойная. И это же самое еще лучше видно вот на этом виде. Вот она, наша красавица Вселенная. Вселенная она имеет вот такой вид. Я дальше не буду останавливаться на рисунках. Дальше идет, так сказать, уже Солнечная система, наша планета. Я только покажу один единственный рисунок, который показывает механизм образования планет нашей Солнечной системы. Механизм уникален, потому что творец гениален, а все гениальное в простоте. Вот наше Солнце. Галактический поток выносит из Солнца плотную энергию в виде кольца. Это кольцо конденсируется в ядро, в это ядро записывается информация, потому что она первичная. И в соответствии с этой информацией формируется планета. изначально записывается информация обо всем, о размерах планеты, о ее материальности, о ее будущей атмосфере. И это ядро по спирали начинает уходить от Солнца, удаляться. Как только планета удалится на критическое расстояние, здесь начинают сформироваться поля следующей планеты. То есть Плутон был создан первым и ушел. Сейчас Меркурий, вот он нарисован здесь, он только что подкинул эту зону, став планетой. Модель показала, что биологической жизни в Вселенной в нашей Солнечной системе возможно только на определенном отрезке. Когда Венера удалится еще на 2 миллиона километров от Солнца, на Венере начнется зарождение жизни. Когда наша Земля дойдет до того места, где сейчас Марс, жизнь на нашей Земле биологической прекратится. И биологическая жизнь перенесется на Венеру. Человек существо Вселенной, а не случайное порождение биоскера Земли. И эта модель четко это показывает, что Вселенское существо человек. И он должен жить по законам Вселенной, а он их не знает. Он живет по искусственным законам, по нами с вами созданным законам. Мы сформировали свои законы, удобные нам для существования и живем по ним. Мы не знаем законы Вселенной и не хотим их знать. Так когда мы сможем перестроить наше общество и образование, и науку? Ведь кризис в науке, ведь все ученые знают, что наука в тупике. Иногда только не всегда с трибуны говорим об этом, но между собой, как сказать, по дружбе, всегда говорим, что тупик. Он потому и тупик, что наше мышление материалистично. Мы мысли материалистические относимся друг к другу материалистически, мы к планете относимся как к мертвой почве, а это сознательное живое существо, мать наша. И она вынуждена от нас защищаться от своих детей неразумных. Вы посмотрите, у нас блок в материальном производстве, материальное производство дальше не развивается. Почему? Потому что наше материальное производство это механизм уничтожения природы. И природа блокирует нам дальнейшее развитие материального производства. Мы только не осознаем это. Поэтому, я понял? Поэтому я считаю, что основное движение человечества это познание истинных законов Вселенной. законов Творца нужно жить по его законам. Тогда в человечестве все будет заполучено. А роль Земли во Вселенной? Роль Земли? Да. Это моя точка зрения. Модель мне не показала ничего. Я уже, так сказать, экстраполирую. Земля кузница кадров. Здесь растятся те великие духи, богосотрудники, которые нужны Творцу для того, чтобы формировать новые планеты и человечество на тех планетах. Из нас он пытается что-то получить. Но я уверен, что получает он гораздо меньше того, что бы хотел он от нас получить. Кризис во всем. А когда много кризисов, значит, есть корневой кризис. Какой? Духовный. духовный кризис человечества. Ведь наша духовность сегодня, она, ну, если не нулевой уровень, то приблизительно около этого. И вот этот кризис и породил все остальные кризисы. То есть ликвидировать нужно его. Каким образом? Деполяризации сознания. Формирование нового потока сознания. через новую систему образования, через принципиально новую систему образования. Не модификация существующей, а радикально другая система, в основе которой будут лежать истинные законы Вселенной, о которых сегодня система образования и не подозревает, потому что наука их не дала в системе образования. мы провели эксперимент. Ну, вы же педагоги в основном здесь. Вы знаете, в школах есть такие, знаете, ну, дубовые там, или двоечник, или кто-то. И вот мы собрали из десяти школ вот таких самых дубовых, ну, ярлык такой, что все, это тупица и с ним бесполезно, мы их собрали. Вот вложили им вот это, причем последовательно, не торопясь, и когда дети вот это осознали, мы им дали задание написать рефераты на разные темы. Они мало того, что они их прекрасно написали, они потом бегали к нам и просили, чтобы мы еще что-то дали, мы им еще дали. У детей проявился интерес, они начали мыслить, они захотели мыслить, у них появился интерес вот развивать что-то, что-то доказать с помощью этого, но он не воспринимал учителя физики и тем более биологии. То есть ребенок, будучи существом еще чистым, незамусоренным, он автоматически его существо отвергало вот эту дезинформацию, отбрасывало. Он не воспринимал. И он двоечник, и он никуда не годный, и на нем поставили крест в школе, а он тонкое существо, он мыслящее существо, у него только мысль на другом уровне, он больше духовном мыслях. Что осуществила современная наука, а я считаю современную науку, это вот, она началась еще две с половиной тысячи лет назад. Меня поразил фраза одна Пифагора. Великий Пифагор две с половиной тысячи лет назад написал фразу человечеству. Человечеству угрожает три бича. Материализм ученых, невежество священников и отсутствие дисциплины у демократии, тире. На этом вырастает деспотизм. Братья и сестры, это же о нас сказано, две с половиной тысячи лет назад уже тогда великий Пифагор видел, что материализм ученых принесет зло человечеству. Он видел, что фанатизм священников может погубить человечество. Он видел, что отсутствие дисциплины в демократических образованиях приведет к бардаку. Он сказал это о нас. Это о чем говорит? О том, что в течение двух с половиной тысяч лет человек, как существо, он не меняется, он не хочет меняться. Ему выгодно находиться в том состоянии. И Творец дал нам на обдумывание две тысячи лет в виде чего? в виде откровения Иоанна, над которым мы потешались с вами две тысячи лет. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, подумаешь, конец света. Я вас поздравляю, этот процесс уже начался. Я вернулся только что с международного съезда, который проходил в Краснодаре. Международный съезд, путь к согласию, на котором трое ученых научно обосновали реальность этого процесса. И модель его предложили. И там четко показано, что кометы Хиакутаки, прошедшие с 26 марта по 2 апреля 1996 года, запущен механизм апокалипсиса. Процессы будут развиваться быстро, с нарастающими темпами. Пик событий приходится на 2003-2004 год, и дальше идут затухания до 2011-го года. Нам отрезок-то времени вот такой остался, 14 лет. И вот там задают вопрос, а что делать-то? Понимаете? А там написано, что если кто читал Откровение, он пишет, что... И пойдет звезда, и пишет, что будет после этой звезды. Но падать ничего не будет. И мы же как читаем, конец света, это подошел, выключает, это выключил, и все. Нет. Значит, модель показала, что не будет такого конца света. Что механизм апокалипсиса это не механизм уничтожения человечества, а механизм его духовного очищения. Очищение человечества. Человечество не справилось со своей задачей за 2000 лет. И Вселенная осуществляет хирургическое вмешательство в больной организм человечества. Помочь нам подняться, мы себя любовно называем цивилизацией, мы ей не являемся. Мы эмбрион будущей цивилизации. Вот из этого эмбриона сейчас остается та часть, которая понесет нас к созданию цивилизации на земле. цивилизации 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 программистов. Ведь вся наша система образования порочна. С детского садика вы посмотрите, что мы воспитываем с ребенка. Ведь мы сразу в детском саду закладываем в него быть самым умным, самым красивым, самым быстрым, самым-самым. потом он проходит школу, где в нем это же раскачивается, вузе это усиливается и выходит монстр, у которого кроме эго ничего больше нет. А какой любви к ближнему может идти речь? А ведь это великий закон. Мы тоже на него смотрим, как на библейскую сказку, там, возлюби ближнего своего. А чего я ее любить-то буду? Он меня не любит. Ведь речь идет о другом. относись к человеку так, как ты хотел, чтобы он относился к тебе. Ведь это вот такой закон в излюби ближнего своего. Вот этот закон, он сформулирован в одном из моих законов, как закон глобального взаимодействия. Что все виды существуют в глобальном взаимодействии. И каждый вид развивается в соответствии своей программой. Каждому виду дается коридор. Вот когда говорят судьба. И почему ты понимаешь, что судьба это линия. И ты никуда уже не можешь сойти с нее. Ты должен только по этой линии пройти. Нет. Нам дается коридор. Свобода выбора. Как же нам свобода нужна? Нельзя человеку не оставлять. И творец оставил нам свободу. Пожалуйста, ты можешь выбрать. коридор программный дается нам. Вот такой коридор. Каждому существу, каждому материальному образованию во Вселенной положена своя программа. Вот этот коридор. И если человек идет по этому коридору, ну хотя бы так, у него светлый пульт. у меня иногда спрашивают Вик Мишну, а вот как вы объясните полосатость жизни, белый, черный, ну что это в программе так? Я говорю, это очень просто. Вот смотрите, вот ваш коридор. Вы по нему должны идти вот так. А мы как идем? Тут светлые, а тут темные. И тут тоже. Так мы с вами идем вот так. Вот она и полосатая зрения. Мы не умеем идти правильно, потому что наше мышление поражено вирусом материализма. Материя первична, значит первичны материальные ценности, отношения между людьми только материальные, воспитание материальное и жизнь наша ущербная в итоге. И общество наше живет по антивселенским законам и пришло в тупик. И отрицать это уже не может никто. Разрушается наше общество, разрушается система образования, вы сами это подтвердили, разрушается. Почему работают апокалипсические процессы? Неужели не замечаете? Японцы мрут от каких-то там кишечных заболеваний врачи приходят в смятение, они не могут объяснить. Разваливается образование, пусть это не звучит для вас откровением, оно рассыпается как не выполнившие функции, что нужна новая система образования, принципиально иная, в основе которой будет лежать духовное движение человека. Нельзя, чтобы уровень знаний, уровень интеллекта был выше уровня духовности. Как только уровень знаний выше уровня духовности, человечество получает атомную бомбу. Уровень духовности всегда должен быть выше уровня знаний, уровня интеллекта. это вселенский закон, это условие. Мы с вами развиваем одну часть. Расчленили в сознании человека две гармонично связанные составляющие логическое мышление и духовное. Разорвали. Наука забазировалась на логическом мышлении, религия на духовном. Они разошлись и обе потеряли от этого. И от просто от разобщения привели все к антагонизму. Что нужно сделать? Вернуть все в исходное состояние. Ведь полярности они никогда не давали открытий. Даже науки, наши науки на стыке всегда дают новое. То есть нужно сочленить снова сознание человека духовную составляющую мышления и логическую. И человек получает совершенно новые качества мышления, синтезирующие мышления. Мышление, с помощью которого человек в состоянии погрузиться внутрь явления и увидеть его корни, увидеть истину внутри явления. И это не мистика, это не фантастика. Каждый человек обладает этим, в него заложено это. Это нужно только развить в себе, вернуться к исходному состоянию. Это заложено в нас. И это уже опыт показывает, что люди, которые занимаются серьезно над собой, они пришли к этому. И это совершенно другое чувство, это совершенно другое видение мира. То, что мы с вами называем озарением, вот блеснуло когда-то у этого человека озарение, это рабочий процесс. У него озарение постоянно, это его рабочий процесс, потому что у него другая форма мышления. Братья и сестры, педагоги, инженеры, так что брать за основу воспитания, чему учить детей и как? Разве не вот этому процессу формирования нового сознания, нового потока сознания? В этом наша задача. Ведь отрезок времени очень мал, и он дан как раз для того, чтобы ускорить наше соображение. Сейчас мы создаем, мы ее хотели назвать нематериалистической академией наук, но умные люди подсказали, что чиновники задают вас препонами, вопросами, мы ее называем альтернативной академией наук. В рамках альтернативной академии наук мы создаем институт ноосферного образования. Продолжение следует... Продолжение следует...